После Костромской трагедии, когда мужчины посреди дня выкрали на улице девочку, Госдума за две недели прописала для педофилов пожизненное заключение. При повторном совершении, при первом, но в отношении нескольких детей, а еще если оно идет вместе с другим тяжким, например, убийством. Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, их огромное количество и они носят платентный характер скрытый. То есть много несовершеннолетних подвергаются сексуальному насилию. Но мы в своей деятельности, к счастью, с этим сталкиваемся нечасто. Андрей Мамаев один из тех, кто днями и ночами ищет пропавших детей. На Алтае последний громкий случай, связанный с потенциальным насилием, произошел прошлым летом под Бийском. Мужчина планировал держать соседскую девочку в подвале три года, но испугавшись шумихи отпустил через два дня. В тот раз обошлось. По информации из неофициальных источников, чаще всего подобные преступления происходят не в крупных городах и не в городах-миллионниках, потому что там больше камер видеонаблюдения. Закон о пожизненном для педофилов не все приняли однозначно. Сомнений вызывает будущая судебная практика. Так по статистике адвокатов, подавляющее большинство сейчас киберпедофилы. Будут ли их преступления проходить по новому закону? Более глубокий вопрос у психиатров. Кого именно будут сажать пожизненно, если педофилия подразумевает сексуальное влечение исключительно к детям? А ведь есть еще изнасилование под влиянием алкоголя, развратные действия. Если говорить о реальных патологиях, то единого теста на выявление нездорового отношения к детям не существует, как и четких причин для этого. Это и инфантилизм определенный, да? Если более поздно, это особенности воспитания в семье. Первый брак или первый опыт с женщиной принес большие страдания и обвинения в том, что он несостоятелен. И он находит более слабый объект, который он видит в детях. То есть это не лечится? Ну, я думаю, нет. Мы не очень хорошо представляем себе степень, кстати, и сколько их педофилов на самом деле. Почему? Потому что это люди, которые стараются, они умные очень, они стараются обезопасить себя. Поэтому они стремятся во власть. Они занимают высокие посты. История в Костроме, к сожалению, подтвердила и еще одну истину. Насколько велик процент повторного совершения уже после того, как вышел из тюрьмы человек? В 99% случаев случается рецидив. Принятый как экстренная мера, закон о пожизненном еще больше обратил внимание на профилактику подобных преступлений. Например, создание реестра отсидевших по определенным статьям. Но, допустим, тот же закон о персональных данных запрещает применять нам эту возможность. И для нашего менталитета российского считают, что мы не готовы к этой базе, поскольку у нас мнение общественности, даже если на момент выявления преступления не собрана доказательственная база о том, что человек совершил это преступление, формируется негативное мнение и возможность в отношении этих лиц самосуд. Я за химическую кастрацию, я за жесткий контроль подобных людей. Откройте приложение Яндекс.Такси. Вы, блин, видите, как к вам подъезжает машина в реальном времени. Разве нельзя на педофила, на человека, у которого есть такие отклонения, нацепить браслет, неснимаемый с GPS-датчиком, который будет показывать его место передвижения, место перемещения в реальном времени. Появился он рядом с детским садиком, все, красная лампочка загорелась. Однако пока этого нет, специалисты советуют проявлять бдительность. Педофилы склонны выбирать жертв. Это чаще всего воспитанники детских домов, неполных семей, дети обделены вниманием. Склонны к насилию часто работают в детских домах, спортшколах, а отклонения у таких людей выявляют поздно. Экспертизу проводят уже после совершенного преступления. А вы могли бы вычленить какие-то общие признаки, по которым можно было бы понять, что человек имеет такую склонность? Очень сложно, практически невозможно. Потому что любовь к детям никто не отменял. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.